Посланник Аллаха, мир ему и благосовение, упомянул, что незадолго до конца света Всевышний Аллах начнет забирать души праведных и благочестивых людей. Ученые, проповедники и просто хорошие, благочестивые и набожные люди станут покидать этот мир. Он, да благосовет его Аллахи, да приветствует, сказал, смысл, праведные люди будут покидать этот мир один за другим и останутся в нем всякие негодные отбросы. Подобны отходам, остающимся от ячмейни или фиников, которым Аллах не станет придавать никакого значения. Всевышний Аллах будет забирать души праведных, благочестивых людей. Они начнут покидать этот мир, умирать один за другим. Сначала самые лучшие, затем те, кто после них. Мы будем замечать, что каждый раз кто-то из благих и праведных людей покинул этот мир. А кто же останется после них? Всякие негодные отбросы из числа людей. В хадисе упомянуто слово «хуфаля», что означает «отбросы», бесполезные испорченные продукты, бесполезные испорченные вещи, фрукты и все такое прочее. То, что остается к концу дня у продавца на рынке. Даже если он в два раза уменьшит цену, люди не захотят этого покупать. Если вы отправитесь вечером на рынок, когда продавцы уже сворачивают свою торговлю, закрывают прилавки, вы заметите, что у них остаются отходы, прогнившие или раздавленные ягоды, помидоры. Можно найти среди них один или два более-менее целых, но все остальное – это бесполезный, испорченный, зловонный материал, от которого хочется как можно быстрее избавиться. Это и есть «хуфаля», о которой говорится в хадисе. Именно такой тип людей останется ближе к концу света, благие, полезные люди умрут. Да, Аллах, Велик Он Возвышен, оценивает людей и выделяет среди них лучших и худших, но не на основе их происхождения, национальности или цвета кожи, или принадлежности к тому или иному семейству. Аллах оценивает людей на основе их веры, нравственных качеств. Так вот, люди, которые останутся, не будут иметь никаких благих качеств, и Всевышний Аллах не будет придавать им никакого значения. Внутри них нет ничего того, чем Всевышний Аллах был бы доволен. Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает похожее сообщение. Он говорит, смысл, праведные и благочестивые люди будут уходить один за другим, и останутся лишь люди, которые все будут подвергать сомнениям. Они будут страдать от постоянных сомнений, которые не позволят им различать между благим и скверным. Они не смогут видеть благое благим, а порицаемое порицаемым. Все в их глазах будет субъективным. Для них не будет такого понятия, как абсолютная истина. Не будет черты, за которые они не могут перейти. И из-за этого они часто будут идти на компромиссы по поводу своей религии, жертвовать какими-то непреложными религиозными принципами. Они не будут обладать таким качеством, как талабит. Талабит — это такие качества религии, которые не изменяются. Они остаются неизменными, незыблемыми. В какой бы части света вы ни жили, в каком бы веке вы ни жили, те религиозные принципы, которые никогда не меняются, называются талабит. Так вот, они тоже исчезнут. Люди постоянно будут в сомнениях. Одобряемое станет порицаемым, а порицаемое — одобряемым. Люди уже не смогут отличать плохое от хорошего. Более того, они будут читать благое скверным, а скверное — благим. Редактор субтитров А.Семкин